Утро на телеканале России. Продолжают вести Чувашия. В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре пятницы 25 марта. Ситуация с поставками лекарств Чувашия остается стабильной. В стране сформирован достаточный запас препаратов, в том числе и списка жизненно необходимых, включая инсулин. Перебои возникают лишь по единичным наименованиям, заявляют фармацевты, и связывают их отсутствие на аптечных полках с логистическими проблемами, которые поставщики устраняют. На сегодняшний день все лекарственные препараты жизненно необходимые и важнейшиеся имеют у нас в сети. Цена на них регулируется государством, и, соответственно, повышения цен не было. Все идет в рамках законодательства. В России отмечен ажиотажный спрос на поездки по стране с кэшбэком. Напомню, программа начала действовать 11 дней назад. За это время продажи туров выросли на 50%. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров страны. В этом году в связи с продолжающейся спецоперацией и закрытием ряда южных аэропортов, география бронирования туров изменилась. В топе сейчас Краснодарский и Стравропольский край, Подмосковье и Санкт-Петербург. Сегодня работники культуры отмечают свой профессиональный праздник. Каких результатов за этот год удалось достичь региональному профильному ведомству. Итоги работы за 2021 сегодня подведут на заседании коллегии Минкультуры Чувашия. После в Чувашской государственной филармонии пройдет торжественное мероприятие, где лучшим в отрасли вручат заслуженные награды. Кстати, заседание коллегии и праздничный концерт можно будет посмотреть онлайн. Трансляция будет вестись в официальной группе Министерства культуры Республики ВКонтакте. Она запланирована на 11 и 16 часов. Сегодня в Чувашии стартует седьмой всероссийский слет студенческих поисковых отрядов. Торжественное открытие пройдет во Дворце культуры Чувашского госуниверситета в 10 часов утра. Там соберутся более 150 молодых людей из 43 регионов страны. Образовательная программа рассчитана на три дня. За это время ребята узнают, как правильно выстраивать командные отношения, взаимодействовать с руководством различных ведомств и структур, и как заставить часто говорить о важности работы поисковиков не только на уровне региона, но и всей страны. Также студентов ждет встреча с основателями поискового движения в Чувашии. Пятница. Время традиционной рубрики «Мобильный репортер». Городские подснежники. Весна вступает в свои права. И из остатков сугробов начинают проклевываться автомобили, о которых хозяева забыли. Сколько таких брошенок еще скрываются под снегом, остается только гадать. Следующее видео тоже о дорогах, машинах и пешеходах. На этой неделе некоторые столичные водители легковушек и маршруток лихо проезжали на красный сигнал светофора. Не заметили, видимо, стоп-сигнала и пешеходы в Новочебоксарске. Люди толпой начали переходить дорогу, невзирая на опасность. С улыбкой по жизни идет сегодняшняя героиня нашего проекта «Найди друга». Улыбка. Так зовут подопечную Чебоксарского приюта для бездомных собак «Право на жизнь». Собака привита и простерилизована. Так что за здоровье этой режули беспокоиться не стоит. Улыбка – настоящий компаньон, который даже с детьми оставить не страшно, говорят волонтеры пункта передежки. Если вам приглянулась улыбка, не откладывайте знакомство с ней. На экране ссылка на группу приюта ВКонтакте. В ней же телефоны для связи с волонтерами. Для того, чтобы забрать собаку домой, нужен всего лишь паспорт. И не забудьте прихватить с собой поводок и ошейник. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».